всем привет не успели катя с анжелика уехать вчера еще и лиза претензий выставляла брату что зачем он уехал чуть дальше покажу самого утра утром они уехали и вот сегодня следующего дня вообще мы едем туда обратно девчонки останутся с ночевкой у бабули а валера с валерой поедут на рыбалку а я буду охранять наш забор до сейчас быстренько завезем что лиза ладно не буду я дядя валера же все построил не как нет а вот это такая чё это папа уже будет делать а ты чё они уехали а ты не хотела да у дядя валера я ему скажу приезжай обратно ладно дядя валера же будет еще не построил это эти ворота же будет строить ставить папа здесь артемом ведь валера должен да а папа чё плохо делает одеть валера хорошо это видео леру но он же ему надо бабуле помогать он же на работу пойдет понимаешь он повез их бабуля да он на работе ладно ладно не плачь потом вы бабуле поедете хорошо приедут конечно но это замочек чтобы закрывать кстати вот сотрите волосы не сушила феном такие пушистые такой объем надо немножко так походить без фена да тебе нравится так больше или за собой вон взяла рюкзак там поп-иты пупсики вон и лизина платья настя напялила что-то у бабули с ночевкой останешься ты не будешь опять звонить мне по телефону плакать а то опять начнешь давай мама идем пешком не будешь так плакать я если будешь плакать я больше тебя не привезу бабуле ладно настя так не плачь не ноет а и лиза весь мозг вынесет не надо так вот когда папа освободиться да все здесь и только плакать и будет кстати и лизе вон косички какие сделали поверни головку вот и вторую с другой стороны покажи и вон там косички отращивали как когда так же как тебе ей отрастили вон же у вас одинаковая челка даже нет одинаковая это у нее короткие новые волосы растут что там кто тебе эту куколку подарил тетя лена да вот такая такая же ляльчика у тети лены да будет возьмешь там пакеты там там утята у бабули нашей ой ты мне сейчас наверное порвешь да а сидит с ними курица вон смотрите курицу с утятами как вам такое какие хорошие 1 2 3 4 5 6 7 8 она короче к лохчет это курица а мама не дает ей садиться и вот и в итоге они вдвоем там и утка и курица в общем одна мамка другая нянька прикольные такие а утка вон там он бегает голубоглазая какие хорошенькие он за курица бегают прикиньте возле курочки я говорю хоть поздороваться а то там рыбалка рыба не дай бог упадет не будет машине нет у них рыба уплывет нет заехать им надо куда валерий прикормку купить до 6 же они уже там распаковка там в пакете к катис анжеликой вещи идем мам я потом три часа снимать буду быстренько вот так у нас сейчас сниму я говорю какая хорошая уточка ой ну красавчик постригли конечно красавчик ты его постриг мам я говорю какие у тебя на все руки мастер вот какой мужчина пропадает он по моему наоборот да что там летчики тоже песни то лет про летчиков то помнишь какая песня старая песня ну короче на одного типа мужчину там девять или сколько баб что-то такого не знаю не помню нет ладно все а потому что на 9 девчонок по статистике не там 9 ребят нет на короче говоря ладно мы сами перефразировали да да скорее всего короче пишите в комментариях как право я пюре картофельное задумала думаю наверное скоро закончат работу а они уже как всегда так бы хоть я раньше поставила учатки какие хорошенькие ой такие блин почему они такие хорошенькие не остаются да вырастают а это вокруг бегает утка да не уходит никуда а чё ты ее туда не посадишь ой так она сразу в воду начинает эту всю воду из этой поилки все выливает там все делается уже спать это где сколько ей там это на улице вы она еще с водой а курицу потому что она что же их выводила не ее слушает ее выпустил они вдвоем подремонтировал внизу их выпустят она скучает даже животные да вот так вот и курица и утка что как-то материнский есть черный хлеб валера вон я купила этот вкусный вот буханка целая нет и вот этот тоже хороший этот сегодняшний вот этот буханкой да и вот кирпичок черный да да он валер вкусный ну все без рыбы не возвращаться тебя без карпа не пущу больный багажер снастей давай завтра посмотрим удачного улова не буду через час после того как уехали хороший такой дождик лет хорошо что валера закрыл вот эти вот перед тем как уехать как чувствовал все такой нормальный дождь запах ну а что буду делать я а я собираюсь помолчать помолчать никого не слушать и вот у меня тут видите целая целая гора одежды которую нужно все перегладить еще у меня там постирана еще стирка еще вот валерины брюки в общем в принципе у меня работа есть и классно то что пошел дождик и уже жарко не будет обычно когда гладишь ведь все равно жар все так это так что работу я себе конечно подготовила на эти дни хотела кстати думаю не знает сходить ладно не пошла сейчас вообще как лягушка была хотела магазин сходить купить дыню что-то так в инстаграме посмотрела все с дыни что-то дыню все едят и вот ладно не пошла сейчас пришла бы как мокрая лягушка просто искупалась бы повылась бы конкретно как под душем вообще на втором этаже я сижу аж прям шум такой голод дождя классно в такое время спать когда ты спишь и слушаешь вот это как по крыше бьет дождик прям так кайфово и быстро засыпаешь мысли как-то куда-то улетучиваются прямо такая кайф не знаю интересно куда валеры поехали валеры поехали будет там дождик или не будет там дождь ну и не позвонишь потому что у них там не ловит интернет мы сидим на сотовой связи билайн и поэтому обратно моему валеры мтс но не знаю он как-то чаще всего тоже билайном пользуется уже не позвонишь и даже не спросишь придется узнавать только завтра но я сейчас думаю попью чай и начну гладить еще у меня стоят здесь замоченные огурцы замать замочила в общем я их это два мешка целых видите вот огромный здесь наверное литров 25-30 таз вот этот вот еще маленький хотела посолить но сейчас воду солью наверно помою воду солью и уже солить буду их завтра потому что валера у меня он закручивает банки с крышкой раз он на рыбалке естественно я не могу закрывать банки с крышкой они у меня не до конца закрываются и поэтому мне нужен валера валера на рыбалке так что уже будем заниматься этим завтра забор и все на свете вот мамины огурчики видите а сейчас я покажу что сегодня я какое ведро собрала огурцов со своих грядок представляю вашему вниманию супер урожай этого года от алвины тадададам тадам просто песочная элизина ведерко огурчиков а все почему я вам сейчас расскажу огурцы вкусные конечно но ведь такие он ровненькие этот куда-то в бок пошел а так довольно хорошенькие огурчики такой чуть больше майонезного ведра огурцов а все почему а все потому что я не помню рассказывал на youtube я это или нет но я первый раз посадила огурцы я сажаю всегда кураж вот это очень вкусно огурцы что если не знаете какие огурцы посадить по посадите кураж и короче говоря там в пачке много семечек я посадила 23 штуки 23 семечка и у меня зашло из этих 23 штук всего лишь 5 всего лишь 5 штучек зашли я думаю что за фигня я каждый год сажаю кто меня смотрит давно видели мои огуречные грядки видели какое урожай обычно собираюсь эти грядок короче говоря я давай вот эту землю рыть смотреть что там что там у меня в земле куда где мои огурцы какого фига они там не вылезли а там семечка огуречная семечка расколото я не знаю что это такое я не знаю кто ее сожрал кто-то говорит медведка кто-то говорит улитки улитки по моему да правильно называю то я думаю что это мышка я думаю что это мышь короче говоря мне пришлось еще посадить рассады у меня мне оставались пять штучек семян в общем я думаю мама мне позвонил скал у меня две грядки поэтому алвин не парься у меня оставалось 5 семян огурцов вот вот этих вот кураж и я посадила уже их так рассады думаю но если кто-то у меня там жрет я второй раз посадила у меня снова их сожрали я посажу на рассадку то есть в отдельную землю посажу и уже рассадкой высажу в грядку они у меня все зашли все прекрасно потому что вот эти вот кураж они у них хорошая всхожесть очень мало вот из всех пачек чтобы чтобы что-то не взошел всегда хорошо прекрасно входит и вот эти оставшиеся пять штучек они все прекрасно зашли но у меня есть помощница по имени элиза которая выдернула посчитала лишним три что и две штучки у меня осталось три рассады и короче говоря я уже не стала париться я засунула эту рассаду три штучки в этот в огуречную грядку в открытый грунт ну смотрю уже они начали цвести уже начали появляться маленькие огурчики и в общем у меня огурцов как бы ростков 8 штук всего лишь соответственно и урожая вот столько а вообще я обиделась в этом году на свой огород я вам честно признаюсь я очень сильно обиделась огурцов не кто-то сожрал морковь не взошла первый раз второй раз посадила огурцы такая же история кто-то сожрал второй раз посадила не взошло пришлось снова сажать лук вообще как будто бы не рос петрушка там вообще еле-еле мне как что морковь что петрушка капусту два раза сажала первый раз она засохла от жары просто хотя сажала ее там для отрабиться от забора да она немножко все равно притеняется один фиг в общем я такая расстроенная в этом году за на свой огород обижена единственное что хорошо взошло это свекла горох прекрасно зашел но быстро засох потому что ну надо полагать 35 плюс 35 дождь вот второй раз более-менее хороший прошел а с лейкой ты много там не наполиваешь да и как-то у нас скважины нету я не хочу из системы только лети мне не выгодно получается до держать сажать огород огород смотреть все на свете из системы у нас дорогая здесь вода у нас если они ошибаются с июля еще поднимись цены на тариф у нас 45 рублей за воду за один куб в городе там подешевле короче говоря ягоды тоже были слава богу такие малина вот хорошо смородина хорошо а все остальное никакое и в общем я такая прям обиженная весь белый свет свой огород короче говоря но уже эти будем кушать который со своего огорода то что мы у мамы будем собирать забирать уже будем солить прошлом году как я говорила тоже у нее такая же ерунда была у меня все прекрасно взошли а у нее восемь штучек но у нее это понятно кто там съел у нее кротов много у нее кроты все съели поэтому уже как-то мы я своими огурцами прошлом году я маме возила в этом году мы от мамы возим без огурцов не останемся в любом случае дождик вроде как прошел значение там поймает завтра короче не стала я гладить а собралась надела вот эту вот я забыла про этот костюм который в прошлом году покупала ветровку штаны что-то как-то мне в этом году уже не нравится а вот это вот классно и джинсы потому что он все равно стало прохладненько и решила я сходить за дыней хочу дыню и все я не знаю что такое со мной сегодня но хочу я дыню я не беременна просто хочу дыню уже уже надо кушать дыню организм просит я пришла и уже попробовала дыню такая вкусная такая сладкая и просто мне мой организм говорит алвин дождик прошел поливать не надо огурцы ничего в огород не выйдешь не пополешь как ты сегодня хотела просто посиди и помолчи и смотри телевизор или и кушай дыню наверное я так этим и займусь уже что время девять часов я все никак не могу себя уговорить начать гладить и поэтому все таки не буду я себя уговаривать и сегодня я немножко наверное поленюсь а завтра уже буду конкретно сидеть и гладить так что такие у меня планы на вечер и спать пойду и кого нету детей нету мужа нету никто не спрашивает лишних вопросов не задает короче говоря просто хочу помолчать вас такое бывает интересный нет но у меня такое вот последние дни и что-то вот прям я просто хочу помолчать просто молчать даже вот валера что-нибудь ну важный вопрос я им нет настолько лень отвечать и не знаю почему но мне не просто разговаривать неохота вот поэтому я сегодня буду молчать конец вечера кушать дыню и молчать так что всем пока всем хорошего лета продолжается еще ли это хоть она уже и середина июля так что всем пока и до завтра будем смотреть что там за рыбалку